Скоростные ограничения, специальные зоны для вождения и обязательная экипировка. В стране вступил в силу закон об электросамокатах. Отныне водители двухколёсного транспорта обязаны соблюдать установленные правила. В противном случае нарушителям будут грозить штрафы. Сегодня алматинские полицейские вышли в рейд и успели выявить несколько нарушений. Рамина Мирзалимова расскажет подробнее. Отныне водители двухколёсных транспортных средств должны ездить по велосипедной дорожке либо по правому краю проезжей части и автобусной полосе. Отмечается, что по правому краю дороги могут передвигаться самокатчики с 18 лет и при наличии водительских прав любой категории. При этом водитель должен быть в шлеме и в одежде со светоотражающими элементами. При передвижении на проезжей части они должны не превышать 25 км в час. А по тротуару у них скорость должна быть не выше 6 км. Помимо этого, у пешеходов есть преимущество перед самокатами. То есть водитель электросамокатом, передвигаясь по тротуару, должен соблюдать правила безопасности пешеходов, не создавать помех. В первый день рейда нарушители отделались с предупреждением. Полицейские разъяснили основные правила. Ну а волонтёры раздали любителям двухколёсного транспорта шлемы и светоотражающие жилеты. В год погибает порядка 2000 человек. Десятки тысяч получают от травмы. И эта проблема должна как-то решаться. В частности, очень много самокатчиков, велосипедистов попадают в такие ДТП. И сегодня мы хотели повысить внимание людей, чтобы они одевали вот такие вот шлемы. К слову, алматинские самокатчики приступили к изучению новых правил. А внедрение специальной экипировки, отмечают водители, повысит безопасность участников дорожного движения. Вскоре я получу водительские права и смогу управлять самокатом на всех разрешённых зонах. Считаю, что экипировка убережёт водителей от травм в случае ДТП. По данным МВД, с начала года в стране произошло 11 ДТП с участием самокатчиков. В результате аварии погиб один человек, ещё 14 пострадали. Внедрение нового законопроекта, предполагают правоохранители, позволит значительно снизить печальную статистику. Рамина Мерзалимова, Дина Жанабек Олаға, Тарган Сағынғалимын Айтпасов, Телеканал Алматы.